Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Родители Аллы были простыми людьми, на их век пришлась и война и беспочвенные гонения. Алла унаследовала голос от мамы, а жизненный оптимизм от папы. Мама Аллы Борисовны, Зинаида Архиповна Одегова, родилась в Пермском крае. По образованию она педагог, но поработать по специальности не успела, началась война и Зина пошла на фронт. Служила она в противовоздушной обороне. Зина очень хорошо пела, это быстро заметили и перевели ее в концертную бригаду. Она ездила по всему фронту, поддерживала бойцов. Отец Аллы Борисовны, Борис Михайлович Пугачев. До войны он хотел стать цирковым артистом, но судьба сложилась иначе. На войне он служил в разведке. В перестрелке он потерял глаз, пуля, прошедшая мимо, отколола кусок кирпича, который повредил глаз. После войны Борис устроился на обувную фабрику и быстро стал ее директором. Зина смогла оставить работу и стать домохозяйкой. Кстати, Борис обладал отменным чувством юмора, был душой у компании и играл в народном театре. В 1963 году на семью начались гонения, Бориса арестовали, обвинили в хозяйственном злоупотреблении и присудили три года колонии, откуда освободили за примерное поведение на полтора года раньше срока. Зина стыдилась сложившейся ситуации и всем знакомым говорила, что муж в командировке. Ей пришлось выйти на работу в универмаг. Тяжесть ситуации была в том, что нажитое семейное имущество конфисковали полностью. До сих пор сложно разобраться в справедливости решений судей тех лет. Желтая пресса одно время распространяла информацию, что Алла не дочь Бориса, а дочь летчика, с которым Зина познакомилась на фронте. По легенде летчик был женат и даже оставил семью ради Зины. Зина забеременела, но пара распалась. Повторю, что эта легенда, которую в свое время распространяли СМИ, легенда бездоказательная. Так как если Алла дочь этого самого летчика, то лет ей должно быть на шесть больше, чем указано в документах, свидетельствующих о ее рождении. Поэтому легенда рушится. У супругов помимо Аллы было еще двое детей. Старший брат Аллы, Геннадий, скончался от дифтерии. А младший, Евгений, сделал карьеру военнослужащего, дослужившись до полковника. Борис Михайлович скончался в возрасте 65 лет в 1982 году. Его супруга прожила без него всего 4 года, ее не стало в 1986 году. Они смогли застать славу своей дочери. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok